доброго времени суток я вас всех приветствую тема сегодняшнего расклада будет называться это конец отношениям или пауза также я расскажу чего категорически нельзя делать и также расскажу о ритуале который вы должны будете сделать чтобы вам было легче пережить это состояние самое важное правило которое вы должны помнить когда вы расстаетесь со своим любимым человеком мужчины вы еще не знаете расстались вы навсегда или нет самое важное правило этого нужно конечно же успокоиться второе правило для многих это касается не заливать свое горе алкоголем и не бегать по подружкам в надежде что вы рассказав поделившись с подругами и выпив расслабившись немножко можете облегчить свое состояние нет во первых алкоголь усугубляет вот эту нервозность плаксивость а на следующий день вам еще будет хуже многие во время алкоголя делают непоправимые ошибки дальше не напоминайте о себе хотя бы дней 14 вот дайте себе за рук не писать гадости не писать эсэмэски не спамить эсэмэсками звонками и тем более не предлагать своему мужчине это вообще глупо расстаться друзьями нельзя унижать себя вот этими поступками вы только обесцениваете себя как личность как женщину как девушку также не демонстрируйте свои фото соцсетях не пишите статусы глупые на тему меня легко потерять но тяжело найти а также когда вы будете ходить по клубам по ресторанам вы будете якобы демонстрировать то что вы можете нравиться что вам все равно у вас замечательно прекрасное настроение это тоже выглядит со стороны очень глупо и мужчины это просчитывают их это еще больше начинает раздражать не говорите вообще глупости не пишите глупости старайтесь просто успокоиться и трезво смотреть на данную ситуацию больше ходите пешком особенно перед сном просто вокруг дома прошлись приняли контрастный душ вечерний и ложитесь спокойно спать что нужно будет сделать берете любую свечу можно брать церковную можно брать восковую свечу можно брать профиль на выбор здесь профиль на ли свеча сейчас идет убывающая луна и пишите сверху простите снизу вверх то от чего вы хотите избавиться например ревность гнев раздражение обида не надо опять-таки писать хочу избавиться от соперницы нет девочки это не работает прилетит обратка только вам нельзя никогда никому желать зла все нужно начинать только себя хочу избавиться от гнева от злобы от раздражения все написали расписали все полностью свечей с низа кверху пишем далее можно как угодно расписать хоть как говорится как и софия бирже чтобы вы для себя это все поняли дальше что вы делаете устанавливаете свечу зажигается и в этот момент работайте над своими мыслями сжигайте мысленно в этом огне все все свои негативы возможно кто-то хочет избавиться от лишнего веса пожалуйста смотрим на свечу и также думаем об этом злость раздражение ненависть обида все свеча прогорела ничего с этим дальше делать не надо все это убрали все это убрали на следующее утро вы остатки агарки воска уберете вынести мусорный контейнер так теперь по поводу расклада здесь будет одна позиция я буду смотреть на один вариант каких энергии в данный момент ваш мужчина находится таких энергиях что в данный момент с ним происходит работаю на пару казанова в данный момент у мужчины желание все отрубить отсечь у него очень хорошо работает голова можно так сказать он находится своих своих мыслях своих желаниях он никому ничего доказывать кстати не собирается вообще вот эта карта туз мечей эта карта символизирует силы разума прежде всего вот для него это важно прежде всего сила его разума вот в таких он энергиях ясность мышления хладнокровие умение и желание решать все свои проблемы самостоятельно дальше и опять таки для многих это может быть как раз таки чтобы вы поняли мужчина совершенно по-другому мыслит в период конфликтной ситуации дальше кто вы для мужчины для загаданного мужчины кто вы но я так вам могу сказать он вас воспринимает довольно таки незрелой личностью импульсивной личностью то есть вы часто эмоционируете и вы готовы вступить в конфликтную ситуацию отстаивая свои как говорится интересы а также то что вы любите поспорить возможно даже опять таки на ровном месте он вас воспринимает ну не не совсем зрелую не совсем зрелую личность то есть вы спорите и в то же время готовы всегда защищаться отстаивать свои интересы и также готовы вступить в борьбу то есть иногда вы бываете даже можно сказать очень импульсивны очень импульсивны но даже можно сказать вы можете царапаться своими коготочками вцепляясь ему там в спину пытаться его там кусать ну такая это в общем проявление некое такое даже можно сказать ну детскость знаете это детскость вот хотя вы он понимает что вы не глупая сообразительная даже остроумная бывает и он видит ваше искреннее чувство он это видит вашу влюбленность он это видит и вашу сексуальность он также видит но здесь есть определенное но вот мужчина в данный момент не не воспринимает вас как только свою девушку понимаете ему нравится с вами проводить время ему нравится интрижка между вами ему нравится вот вот этих вот поиск приключений с вами понимаете тут тут характеристика таких отношений то что он к вам вот когда у него наступает эмоциональный голод да ощущение одиночества он к вам приходит вы с ним встречаетесь он хочет с вами близости так же как и сексуальный голод когда он этого не испытывает и в общем то его и нету то есть можно сказать грубо говоря он вас использует вот вот для него хорошее время предпривождение понимаете ни о каких вот вы для него как для того чтобы удали утолить свой голод вот так же понимаете ваш мужчина любит комфорт любит комфорт и так же могу сказать судя по этой карте финансово ваш молодой человек не настолько крепко стоит на ногах может быть даже у многих это проиграется что у женщины есть своя территория куда он может всегда прийти и как говорится насладиться и общением и телесно получить удовольствие и также получить удовольствие морально пообщавшись с вами дальше какие чувства он к вам на самом деле испытывает какие чувства он питает к вам чувства да вы знаете у него опять таки вот он удовлетворит свою потребность и собственно говоря чувствуя никаких нету а когда он получает то что он хочет у него он он теряет к вам интерес понимаете понимаете здесь таки как раз таки речь идет не не про те чувства чувства о которых допустим вы бы хотели думать что он также к вам эмоционально может привязан как вы к нему но ну в общем то я могу сказать что чувства он понимает что вы любите собственно говоря ушами чувства чувством камни испытывают ну вот у вас могут быть допустим общие какие-то интересы общие общие какие-то темы возможно общие друзья общие знакомые и вот вам он сидит вот он вам вливает вливает разговаривает иногда так с вами да о чем-то интересном и вы его с наслаждением можете слушать ему это тоже нравится но таких вот глубоких эмоциональных чувств как бы вам этого хотелось он к вам к сожалению не испытывает у него нет этого абсолютно этого нет вы этого ждете этого нету чувство поверхностное опять таки могу так сказать он особо то и не хочет афишировать ваши отношения поэтому он и прибегает к вам набегами его сам факт то что вот этой вот интрижки между вами его интересует больше всего смею предположить что у многих это проиграется что девушка может быть в отношениях не свободно или же мужчина поэтому здесь поверхностные чувства и чувства тайны чувства скрытые и вот у него идет знаете такое возбуждение именно от существующей тайны между вами и дальше что от него следует ожидать какого действия как он будет себя проявлять может быть он что-то сделает может быть позвонит может быть объявится как-то может быть напишет смс я так вам могу сказать данный момент он он будет делать то что считает нужным сам факт он понимает что вы находитесь в эмоциональной завязке над ним то есть он полностью подавил можно сказать вашу волю он все сделал для того чтобы вы сидели смирно и ждали его поэтому поэтому он прекрасно понимает что он для вас герой любовник он скрывает конечно же свое истинное лицо он может быть очень нежным страстным поэтому ему он объявится но объявится не скоро тогда когда ему будет нужно в первую очередь эта карта старший аркан это тоже о многом говорит она говорит о том что один из партнеров использует другого опять-таки он понимает что он использует своим обаянием своим красноречием своей хитростью он уже завоевал партнера умением обольщать и в общем то он он понимает что вы находитесь под его воздействием под его гипнозом у вашего мужчины достаточно хорошая интуиция замечательная сила воли он также умеет просчитывать ситуацию он неожиданно появится для вас просто неожиданно но не так скоро как бы вам хотелось потому что знаете в первую очередь у него на самом деле тех глубоких чувств к вам нету вот есть у него интерес к вам сексуальный и то что он иногда может удовлетворить свой интеллектуальный голод с вами вот ему нравится грубо говоря ездить вам по ушам он появится но появится не так скоро как бы вы этого хотели на совет карт что рекомендуют карты вам совет старший аркан опять таки вам нужно однозначно набраться терпения сейчас сейчас вам нужно довериться своей интуиции обратитесь к своему подсознанию вам нужно перешагнуть порог страха неуверенности самой себе вы находите состояние отчаяния что вас вот все вас покинули навсегда также еще какой есть совет вам нужно правде уметь посмотреть в глаза вот этим отношением которые на самом деле существуют между вами вы ведь желаемое воспринимаете за действительное вам нужно посмотреть на самом деле какие у вас отношения и понять что эти отношения для вас очень очень болезненные вам нужно принять вот эту ситуацию и принять вот это вот ограничение вам нужно освободиться от всех своих страхов а также вам совет обратиться вам нужно все-таки к специалисту психологу может быть к хорошему практику вот чтобы избавиться от этого болезненного состояния вам нужно принять вот эти страхи все свои внутренние или внешние страхи и ограничения вам нужно осознать все это и освободить себя я желаю вам всего доброго берегите себя счастья и любви вам и все и все все